МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Репетиционная дуэль двух барабанщиков, как напоминание о том, что совсем скоро зал оживет, и зритель будет приветствовать людей, которые выдержали не одно противостояние в минувшем спортивном году. А пока артисты томятся в ожидании праздника, организаторы наносят последние штрихи в сценарной картине, а в полузапотевшие стекла входных дверей драматического театра нервно заглядывают юные болельщицы. Они пришли на церемонию чествования гонщиков турбины за час, чтобы занять в зале лучшие места. Но началось все не на сцене. Все, не лети, не лети, не лети. Тихо, тихо, тихо. Спокойно, заходите, спокойно. Не торопитесь, все пройдете. По традиции организаторы решили для начала дать возможность гостям праздника пообщаться с гонщиками с глазу на глаз, сделать несколько снимков. Мотоциклы – самые востребованные предметы, гонщики – самые желанные партнеры для фото. За снимками и автографами выстраивались очереди. Тренер турбины Олег Волохов считает, такие встречи важны и для спортсменов, и для болельщиков. Нужно обязательно встречаться с болельщиками. Они нас мало где видят и мало общаются со спортсменами, так как не пускают в закрытие парк после гонки. Можно пообщаться в таких местах, где специально это делается для болельщиков. Во-первых, спортсмен выступает всегда для болельщиков. Для себя это одно и в основном для болельщиков. Стадион собирается только народу, и спортсмены как бы стараются выступить. Там как бы для себя даже неудача одно. Самое плохое, что эта неудача приносит еще и разочарование нашим болельщикам. Поэтому как бы очень большая ответственность перед спортсменами именно перед болельщиками, а не перед собой. Подобные встречи, рассказывает Олег Волохов, всегда были традиционными. И сейчас и во времена прежней турбины, когда он сам еще гонял. Вспоминается тот огонь, который непременно загорается в душе, когда трибуны ревут, когда ты понимаешь, что весь стадион сейчас болеет за тебя. Это ни с чем не сравнимо. Старшему механику Балаковской команды Владимиру Дубсу это чувство тоже знакомо. Сам в прошлом спортсмен, сейчас он чинит и настраивает мотоциклы. Мы, говорит, бойцы невидимого фронта. Но ревности нет. Ведь в чемпионстве, которого добилась в этом году турбина, есть и доля механиков. Мы все одно целое. Команда. Кто-то в закрытом парке свою работу делает, кто-то на дорожке, кто-то... Ну, все команды. Ну, кажется, все вместе. Победили все вместе. Тут нельзя можно отлично кого-то отличать. Все одно целое. Старались просто, как никогда. Хотелось чемпионами России. Так мы ими стали. Владимир Дубс радуется. Турбина, конечно, заслужила победу. Андрей Кудряшов – один из самых открытых для общения гонщиков команды. На треке и в закрытом парке сосредоточенный и сдержанный. Но на церемонии чествования он был обычным парнем. Широко улыбался девушкам, охотно раздавал автографы и позировал для фото. Ты тоже? Конечно. Сегодня были, как всегда, все вместе. Готовились к сегодняшнему награждению, как честному. Очень рады. Наконец-то мы дождались. Не только мы, но и болельщики тоже. Потому что немножко задержали этот весь момент. Сожалеем, что не приехал Рома поваженный. И мы все пути не смогли. У Романа задержали самолет. А мы имели там какие-то личные проблемы. А так сегодня, я думаю, что очень рад, что болельщиков очень много пришло. Мы один раз доказали. Гонка была, правда, слабая с Салаватом. Ездили все юниоры. Многие сомневались, что мы выиграем. Но мы выиграли. Мы потихонечку идем к тому, чтобы у нас была команда из Балаковских болельщиков. И сегодня, думаю, что никто не расстроится. То, что там, я думаю, не приехал Эмиль или Ром. Конечно, да. То, что обидно будет, но то, что все-таки вместе пришли к этому первому месту. Но, я думаю, нас тоже рады видеть. И все пройдет так же хорошо. Конечно, расстраиваться никто не собирался. Хотя, справедливости ради, нужно признать, что многие пришли на церемонию для того, чтобы лично пожать руку не только Балаковским юниорам, но и лидерам команды. Мы продолжим рассказ о честовании турбины через несколько минут. А пока предлагаем вашему вниманию несколько заездов прошедшего сезона. Вернемся в БДТ. На церемонии честования СК «Турбина» не было сразу трех гонщиков. Дениса Гизатулина, Романа Поважного, у которого задержали самолет, и Эмиль Сайфуддинова. Он сейчас в Салавате занимается своим здоровьем. Я сейчас нахожусь в Салавате и готовлюсь к причине, потому что я решил все-таки снимать пластину. Сроки, когда я получил в 2010 году травму, буду снимать пластину. И я завтра пойду к врачу на консультацию, может, какие-то снимки сделаю, чтобы подобрали они ключи в пластину. Я бы хотел сказать за сезон, что спасибо, что поддержали, во-первых, нашу команду. И карман был очень боролся в этом году. Мы выиграли с помощью вас. Спасибо также, что поддерживали меня в Гран-при и смотрели каждый этап мой. Кто-то и ездил, но это мои этапы поддерживают меня. Так что, надеюсь, в следующем году также будет. И будем бороться за медали и за золото. Ну, конечно, звездой я себя не ощущаю. Просто старался в этом сезоне выполнить все, что я хотел. Я в этом году как бы хотел выиграть свои гонки, которые надо было выиграть. Я старался выиграть. На следующий год, я думаю, на чемпионат мира себя хорошо показать. Потому что в этом году я хорошо показал себя, а в полфинале я не попал в финал, и у меня просто не получилось, и многое расстроилось. На следующий год, я думаю, попасть и выйти поближе к тройке, даже, может быть, и в тройке. Скоро я поеду в Польшу, подписываюсь контракт с Вова Бродульным. В одной команде будем здесь остров. Конечно, это большой опыт в польской лиге. Особенно вот я в этом году в первой лиге ездил. И много опыта набрал. Сначала у меня не получалось, а потом как-то настраивался, настраивался. И у меня под конец сезона у меня в Польше получалось уже. И приехал сюда, и как-то стал себя чувствовать. Как-то уверен. На старте подъезжаю, и уже уверенно думал, как выиграть заездку. Конечно, парням еще нужно много работы, считает болельщик Максим Козырьков. На стадионе он гость постоянный и непременно с фотоаппаратом в руках. Снимает не для заработка, а для души, поскольку спидвей покоряет. Динамика, нервное напряжение, возможность просчитать ситуацию здесь и сейчас. Да и происходит все довольно быстро. Хотелось, да, посмотреть на награждение любимой команды. Ну, единственное, как бы немного огорчило то, что нет лидеров. Все-таки основная масса пришла. Чего греха таить, взять автограф у Эмиля, у Романа по-важному и так далее. Тем более юниоры более доступны. И они наши? Ну, они наши, да. Но все равно, все болеют за кого? За чемпионов, правильно? За людей, у которых есть история за спиной. Пока у наших юниоров эта история только еще начинается. Минувший сезон можно назвать довольно противоречивым. Об этом говорили много раз. С одной стороны, Турбина добилась наивысших результатов. С другой, уровень соперников не порадовал. Как болельщик Турбины сезон более чем устраивает. У нас золото. Что еще нужно, да, болельщикам? Золото командное, юниорское. Золото взрослое. Ну, в личных не все гладко. Но, опять же, у Ильи золото юниорское. Все. Вот. Для команды, конечно, сезон более чем удачный. Как для болельщика, ну, немного разочаровала новая сетка, допустим, заездок. Зрелищности поубавилось. Гонка едет, скажем так, максимально набирают результат 3-4 гонщика. Остальные либо 1-2 заезда. Ну, то есть теряется немножко эффект именно команды. Когда половина команды делает результат. Это из минусов, я считаю. А так, сезон очень хороший. Прошел. Единственное, минус, как бы, команды по силе неравные. Вы ожидали прошу, а как заместил силовода? Ну, честно говоря, наверное, больше я от них не ожидал. Команда, скажем так, только становление. Ну, финансирование. Дайте вам 10 миллионов рублей, и вы ничего с ним не сделаете за год. Кроме как просто потратить, и не знамо куда. Вот, поэтому, если эти деньги будут постоянными, на долгосрочный какой-то период, уже можно что-то будет думать. Краткосрочно с большими деньгами ничего не сделаешь. В принципе, наш пример 2006 года. Деньги появились, а результат все знают. В конце ноября в Тольятти должно состояться совещание руководителей спидвейных клубов. Как всегда, на нем будут приниматься ключевые решения, касающиеся регламента проведения спидвейных соревнований в следующем году. Обсуждаются перспективы и на спидвейных форумах. Порой там звучат довольно взвешенные предложения. И так, даже в отсутствие лидеров, церемония чествования получилась теплой. Немного смущенные гонщики, тренер, механики и директор клуба грелись в лучах софитов и купались в овациях. В их честь танцы, песни, поздравления. Конечно, не обошлась церемония без выступления человека, благодаря которому спидвей в Балакове возродился, живет и будет процветать. Губернатор области Павел Ипатов не скрывал своей радости и гордости за гонщиков СК «Турбина». Я поздравляю всех с этим замечательным заданием. Сегодня СК «Турбина» – это не только визитная карточка Балакова, но это и Саратовская область, и это Россия. Наша великая Россия, честь которой эти замечательные ребята отстаивали весь год. Последние несколько лет команда тяжелых, тяжелые, действительно, гонки, когда, не жалея себя, к сожалению, травмируясь, эти замечательные ребята вырывали победу. И девятый год, когда СК «Турбина» становится абсолютным чемпионом России во всех дисциплинах. В десятом году клуб впервые добивается успеха на международном уровне и становится обладателем Кубка Европейских Чемпионов. И, наконец, в текущий одиннадцатый год клуб в этом году достиг максимально возможных результатов в российском и мировом спидвее. «Турбина» стала чемпионом России в командном зачете. Команда юниоров СК «Турбина» завоевала звание чемпиона Европейских Чемпионов России в командном зачете. Выиграла все соревнования текущего года. Поздравления! Дорогие друзья, конечно, я бы хотел отметить и с вами благодарность руководства. Это директор Виктор Высок. Главный тренер Олег Волохов. И, конечно, это главный спонсор «ФосАгро» – Волоковское минеральное удобрение. Дорогие друзья, спорт – это удел сильных, желающих быть успешными и быть победителями. Это они! Поздравления в тот вечер текли рекой. Каждый считал своим долгом поприветствовать спортсменов. Не все предусловно с праздником. Когда мне говорят, что в городе Волоково нет национальной идеи, нет объединяющего фактора, я говорю, что так нет на самом деле. Это неправда. У нас есть и национальная объединяющая идея, у нас и есть объединяющая символ. Это наша турбина! Сергей Елизаров, руководитель ТВ-экспресс, единственная в стране телекомпания, которая постоянно занимается освещением спидвейной темы, считает, что спидвей – лучший антидепрессант. Поэтому его в Волокове так любят. Спидвей вообще можно говорить много, но лучше делать. Поэтому мы стараемся делать. В общем-то нет ни в одном городе страны. Это вообще известно. Программы, такой, как у нас на нашем канале. ТНТ-экспресс, сейчас спидвей. В других городах говорят, что каждую неделю. Ну, действительно, каждую неделю. И это все, в первую очередь, для любителей спидвей. И, конечно же, при тесном взаимодействии с ССК Турбина, руководством Турбина и правительством Саратовской области, мы неоднократно говорили, что одна из программ в месяц софинансируется с правительством Саратовской области. В лице половинчей. Спасибо. Мы дальше будем освещать эту тему. И, в общем-то, она достаточно созвучна вообще в целом нашему экспрессу, потому что наш основной лозунг, безусловно, это позитив, антидепрессант. И что, как и спидвей, является одной из тем и антидепрессирующей, безусловно, ну, наверное, самой позитивной. Ни одно мероприятие, я думаю, не только в городе Саратовской области, не собирает такую аудиторию. До 20 тысяч зрителей, безусловно, это радует. Конечно, я поздравляю всех, и любителей спидвей болельщиков, и, конечно же, гонщиков, поменьше травм. Но я хотел еще одно сказать, это никто не говорил, наверное, это мало кто знает, что, в общем-то, в этом году действительно наша команда выиграла практически все турниры, за исключением взрослого, личного. Но он, собственно, не имел статус чемпионата, поскольку там не присутствовали сильнейшие гонщики. А если бы присутствовали все сильнейшие, я думаю, что, наверное, и Мирис и Футин в этом году был бы чемпионом страны, и мы бы вообще тогда выиграли все турниры. Спасибо. Благодарность руководителям клуба, гонщикам, подарки от чиновников и депутатов. Главный лейтмотив выступлений – мы рассчитываем на будущие победы, ведь на то она и турбина, чтобы постоянно наращивать обороты. Продолжение следует...